Привет, друзья! Находимся сейчас на Майтанине Дезалежности, где у нас ежевоскресная вечер. Представители белорусской оппозиции в Киеве. Сегодня собралось необычно. Я бы сказал, даже много людей. Посмотрите, больше нарастает человек. Много народа. Насколько я знаю, они сегодня намерены обсуждать. Они будут обсуждать вот эти перипетии того, что произошло сейчас на границе с Польшей, в Беларуси с Польшей. И перипетии всех вот этих вот ситуаций с мигрантами. Но кроме того, хочешь не хочешь, им придется обсуждать также и то, что в Украине сегодня отмечают День революции гидности. И это у нас день, когда начался наш Евромайдан. День, когда люди вышли против президента-предателя Виктора Януковича. И это случилось ровно 21 ноября 2013 года. Соответственно, сегодня у нас какая уже? Восьмая годовщина начала нашей революции. Начало отсчета от того момента, когда окончательно разошлись пути Украины и Московии. И годовщина, собственно говоря, того, что годовщина начала, можно сказать, войны России с Украиной. Когда, как следствие революции гидности нашей, Россия напала на Украину, отжала на тот момент Крым, отжала третью часть Донбасса чуть попозже. И, собственно говоря, это стало полным разрывом, полным концом отношений Украины и России. На сегодняшний день у нас, конечно, есть дипломатические отношения и определенная, будем ее называть, вынужденная торговля. Но это уже все несерьезно по сравнению с тем, что было раньше. Все прекрасно знают, кто враг, кто кому враг, хуис-ху. И это вопросов никаких больше не вызывает ни у школьников, ни у стариков, ни у кого. Соответственно, белорусы затронут сегодня этот вопрос тоже. Вопрос Евромайдана. Ну, а так митинг только начинается. Вот, сами посмотрите, люди собрались. И у них есть целый ряд вопросов, которые стоит обсудить. Также вопросы, естественно, помощи белорусским беженцам в Киеве, которые тоже на повестке дня. Тут они обсуждают свои проблемы, пытаются как-то помочь друг другу и так далее. Но мы будем наблюдать за всеми перипетиями ихнего сегодняшнего митинга.